На сегодняшний день Полевская коммунальная компания и Южное коммунальное предприятие завершают ремонт теплосетей и жилфонда. И если в северной части пуск тепла будет произведен по графику в сентябре, то вот с пуском газа в котельную Южной части на сегодняшний день вопрос остается открытым. Я бы разделил вопрос на три составляющие. Первое это взаимоотношение Южного коммунального предприятия с поставщиками энергоресурсов, поскольку право требования были подписаны в соглашении и по УРАС Севергазу, и по ГАЗЭКСу, и по Северного энергосбыта, значит Северного энергоресурса на ЮКП перешли. И вторая часть вопроса это новая компания, которая будет эксплуатировать котельную, которая расположена на территории Полевского кремитного завода ООО «ПЭК РУСДА». Что касается компании УРАС Севергаз, основного поставщика энергоресурса, то здесь все вопросы решены, рассказывает глава города Дмитрий Филиппов. Относительно ГАЗЭКСа, транспортера газа, то на сегодня перед этой компанией у ЕКП существует долг 1 миллион 800 тысяч рублей. У Южного коммунального предприятия деньги на счетах есть, поясняет Дмитрий Васильевич, но перечислить их поставщикам, транспортерам и эксплуатантам энергоресурса невозможно. На счета ЮКП наложен арест судебных приставов, которые по каким-то причинам, даже после решения судьи, не могут разблокировать расчетные счета компании. Кроме этого, 2 миллиона 60, да, Сергей Николаевич, 2 700, 2 700, это деньги Северного энергосбыта, они тоже заморожены на счетах. По ГАЗЭКСу вопросов нет. Напомним, что счета заблокировали после письма Уралэнергоресурса, который в прошлом году поставлял тепло для южан о взыскании долгов с ЮКП через судебных приставов. На данном этапе вопрос с разблокировкой расчетных счетов Южного коммунального предприятия решается на уровне областной прокуратуры. Относительно еще одного звена в цепочке поставок энергоресурсов для жителей Южной части. Это ООО «ПСК РУСЬ» – компания, которая эксплуатирует сегодня котельную на юге. Представитель Руси был, значит, крайне неубедительно были его выступления. То есть, 6 июня, как он сказал, направлено было письмо в Уралсевергаз, ответ не был получен. По данным представителя компании ООО «ПСК РУСЬ», все документы, необходимые для пуска газа в котельную, были направлены в ГАЗЭКС. И причем неоднократно, но ответа от транспортников они так и не получили. ГАЗЭК же, в свою очередь, говорит, что никаких документов от Руси не получал. Слова главы города подтверждает и Валерий Малюгин, представитель ГАЗЭКСа, прибывший сегодня на сессию Думы. Четыре стороны по договору на поставку газа. Он имел место быть, Уралсевергаз его подписал, но ЗАО «ГАЗЭКС» его не видел, потому что не было представлено ЗАО «ГАЗЭКС» этого документа. Были представлены только приложения к нему, которые не стал подписывать ЗАО «ГАЗЭКС», потому что там были две точки подключения на сегодняшний день. Паровая котельная, как уже говорили, относится к договору на приолитовый завод. То есть они покупают газ для этой котельной и оплачивают услуги по транспортировке. А чтобы подписать договор, позволяющий начать поставки газа для населения Южной части, поясняет Валерий Александрович, необходим не только договор, но и погашение задолженности, акты готовности котельной и узлов учета. А это значит... Русь, она должна с тем, чтобы оправдать ожидания Южа, жителей Южной части города, объектов соскульпыта, детских садов, школы. Помните, как в прошлом году было, 4 октября запустились, и было реально холодно, и были пикеты у вас для администрации. С тем, чтобы вовремя начать этот пятный сезон, должно более серьезно подходить к этому вопросу и принять в самые неотвожные меры. На вопросы депутатов, почему у жителей Южной части нет горячей воды, ответ попытался дать Максим Данилов, представитель ООО ПСК «Русь». С 1 июля должен был вступить в силу договора между южнокоммунальным предприятием и производственной инструкционной компанией «Русь». Значит, ситуация там была следующая. Порядок расчетов, порядок расчетов, объем денежных средств, который должен был прийти от ЮГП, в принципе, он не был в рамках данного договора. Вот, и еще кое-какие накладки пошли там, по поставщикам. ЮГП в полном объеме заплатила. Расчет с газовиками по этому договору ввел Сергей Николаевич. Была предоплата сделана, Валерий Александрович, на тот период времени газексу, месячная. Тогда, когда Паск «Русь», что нет вопросов денежных, значит, вопрос, на самом деле, только в другом, газопотребляющие оборудования. Здесь, чего вы, лукависты. Здесь, давайте сделаем так, чтобы никого не упрекать лукависты, давайте предоставим депутатам договор ваш, Сергей Николаевич, с Руси, значит, тот, который был заключен до 1 июля, и платежный документ, 1,394 млн и платежный документ в сторону ГАЗЭКСа. С Урал-Севергазом я вам историю рассказал. И тогда у собравшихся возникает второй вопрос. Как преодолеть эту ситуацию, которая повторяется из года в год? Максим Данилов предполагает, что картина изменится, если сети Юга и Котельная будут принадлежать единой компании. Тогда вопрос к представителю Руси задает глава округа. А почему вы не участвуете в конкурсе на аренду теплосетей Южной части? Почему мы не участвовали? Потому что неизвестна еще была ситуация с равным ресурсом. Мы сейчас будем вспоминать прошлый год. Но этот аргумент звучит почему-то неубедительно. Что касается расчетов Южного коммунального предприятия и Уралэнергоресурса, компании-транспортера, которая работала в прошедший отопительный сезон с ЮКП. На сегодня здесь остается неоплаченный долг коммунальщиков. По данным Уралэнергоресурса, это 19 млн. рублей. Эта сумма будет сведена к минимуму в первые месяцы нового отопительного сезона, поясняет директор ЮКП Сергей Листвин. Что же касается других долгов, то здесь все зависит от того, как скоро приставы снимут арест со счета коммунальной компании. А относительно дальнейшего развития событий, то глава города Дмитрий Филиппов видит это так. Сбор текущей задолженности с населения юридических лиц, реструктуризация долгов, предприятия и исполнение мировых соглашений, подписанных с поставщиками энергоресурсов ранее. Регулярные платежи и претензионная работа со злостными неплательщиками, вплоть до выселения из занимаемых квартир. После двух часов разговора депутаты вынесли несколько предложений. Первое. По этому вопросу есть. Текст согласован, без согласования я и с главой, и со всеми депутатами, естественно. Второе. Было предложено, это предложено было в следующий раз пригласить СЕРГАЗ и ПАСКОР. Поскольку я называю ПАСКОР, потому что там две, кому представляют, две фирмы, СЕРГАЗБЫД и ГАЗАЦИН. Кроме этого, сегодня глава Полевского городского округа Дмитрий Филиппов лично выехал в Уралэнергосбыт, компанию, которая входит в холдинг ЗАО ГАЗЭКС, чтобы еще раз поговорить и урегулировать все нюансы и снять вопросы, которые могут повлиять на начало отопительного сезона для южной части Полевского. Что стало результатом этой встречи, это уже повод для другого сюжета. Ксения Балденкова, Сергей Чижов. Новости нашего города.